Играя в шахматы, ты учишься жить. Живя, ты играешь. Пожалуй, этот афоризм, как ни один другой, отражает суть нашей программы. Ведь она посвящена тем, для кого шахматы – это жизнь. И мы приглашаем вас присоединиться к нашей игре. С вами программа «Школа чемпионов» и я ее ведущий Иван Юрковский. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе ход за ходом атакуем вместе с Натальей Жуковой. Фрагменты партии одной из самых титулованных шахматисток Украины. Как это было? От европейского триумфа к золоту Всемирной Олимпиады. История знаменитой украинки. По прибытии женского чемпионата мира в далеком Ханты-Мансийске Наталья Жукова расскажет о сенсациях форума. Я хочу представить вам нашего гостя. Это Женя Рудницкий. Ему всего 11 лет, но он уже добился неплохих результатов. Он обладатель первого разряда по шахматам, также призер различных турниров. Сегодня мы с Женей рассмотрим интересные примеры из творчества одесской шахматистки Натальи Жуковой. Итак, мы подобрали ряд комбинаций, которые сейчас и разберем. Итак, начнем. Женя, ты готов? Да, я готов. Наталья Жукова играет здесь черным цветом. Давай посмотрим более внимательно на доску. Оцени, пожалуйста, позицию возникшую. Конечно, в пользу черных. Почему? Потому что у них сильно продвинутая пешка на С3. И очень хорошая атака на королевском фланге. В принципе, ты прав. Единственное, что какие возможные варианты за черных ты сейчас видишь? Возможные хода. Я вижу вариант, чтобы продвинуть атаку черных на королевском фланге. И этот вариант КНЖ4. То есть ты предполагаешь КНЖ4. КНЖ4 приносит себя в жертву за пешку, да? Да. Правильно. КНЖ4. На этой позиции соперник Наталья Жукова сдался. Предполагаемый вариант, который мог бы возникнуть. Белые забирают коня. На что черные ставят мат в один ход. Ферзь Ф2. Мат белому королю. Рассмотрим следующую задачу. Наталья Жукова снова играет черными. Давай посмотрим на позицию. Оцени, пожалуйста, возникшую ситуацию на доске. На первый взгляд белые связаны. Но как это использовать? Скажи, какие достоинства в позиции белых и в позиции черных, по твоему мнению? В позиции черных здесь достоинство связка. Связанная ладья на Ф2, ты имеешь в виду? Да. И король Ж1. Что могут попытаться использовать белые? То, что у черных висит пешка на А7 и мат на С8. Если слон отойдет. То есть слабая восьмая горизонталь. Да. Хорошо. Сейчас ход черных. Как ты думаешь, какой ход сделала олимпийская чемпионка в этой позиции? Ну, я считаю, что она сделала ход ферзь Е1. То есть ты считаешь ферзь Е1. Это неправильно, Женя. Здесь есть более сильный ход, который фактически приводит сразу к победе черных. Используя связку ладья и король. А, ладья Е2 и... Я тебе чуть помогу, как правильно пойти за черных. Потому что это, в принципе, задача более сложная, чем предыдущие. Наталья Жукова. Здесь пошла слон Ф5. Очень интересный ход. На первый взгляд у черных слабая восьмая горизонталь. Но мат белые не могут поставить. Потому что слон держит поле С8. С8. Вот поле С8. Ты видишь, да? Да, я вижу. То есть белые не могут сейчас поставить мат, потому что нас заберет слон черных. В этой позиции противник Натальи Жуковой сдался. Давай рассмотрим примерный вариант, который мог бы возникнуть в партии. Слон черных приносит себя в жертву. Слон бьет Ф5. На что Наталья Жукова могла бы сделать шаг ферзь Е1. Единственная защита от шага ладья Ф1. На что черные эффектно могли забрать ладья бьет Ф1, шаг и мат. Сейчас мы рассмотрим еще одну комбинацию из творчества Натальи Жуковой. Эту партию Наталья Жукова играла с одесским шахматистом Станиславом Богдановичем. Она провела довольно-таки сложную комбинацию, поэтому мы рассмотрим различные варианты. Как ты думаешь, у кого лучше, у кого хуже, оцени позицию. Любая комбинация начинается с оценки, как мы знаем. Я оцениваю его в пользу черных, опять же, потому что два слона смотрят на королевский фланг. Это во-первых, во-вторых, сильная батарея на поле H2, а в-третьих, ладья централизованы. Да, безусловно, преимущество черных здесь очевидно. Но как это использовать? Я думаю, что надо вскрыть короля первым делом. Какой ход ты предлагаешь? Легче всего сделать это путем хода конь Ж2. То есть ты предлагаешь открывать неприятельского короля с помощью жертвы коня. Ну, это единственное правильное открытие короля. Давай посмотрим. Конь Ж2. Так и было. Конь черных приносит себя в жертву ради открытия короля. С этого хода начинается очень красивая комбинация за черных. Ну, белым коня нужно брать. Иначе они будут просто без пешки в проигранной позиции. Забирают. Теперь переводим ферзя на королевский фланг. И начинаем атаку на короля белых. Ферзь Ж6. Шах. Конь Ж5. То есть пытаются откупиться конем белые, только чтобы перекрыть ферзя. Чтобы как-то нейтрализовать атаку черных. На что Наташа играет слон Х3 и жертвует еще одну фигуру. Слон Х3. Шах. Теперь у белых фактически нет выхода. Король Ж1. Ф5. Слон бьет Е4. Белые надеются разменять хоть несколько атакующих фигур. Чтобы попытаться нейтрализовать атаку белых. Но уже ничего не получается. Ладьей забрали. Ферзь. Д2. Таким образом мы переводим ферзя со слоном на одну диагональ. Чтобы попытаться держать пункт Ж5. Чтобы ферзь черных не включился в атаку. Но это не спасает. Ладья. Ж4. Шах. В этой позиции Станислав остановил часы. Сдался. Признал себя побежденным. Один из возможных вариантов, который мог возникнуть в дальнейшем. Король. Х1. Фактически на уровне гроссмейстеров здесь уже идет матовая атака. Слон Ж2. Шах. Король. Ж1. Слон. Х2. Красиво. Черные приносят в жертву еще одну фигуру. Но здесь уже идет форсированный мат. Потому что король белых запотован. То есть у него фактически нет ходов никаких. Король бьет. Х2. Ферзь. Х5. Шах. Единственный ход. Единственный ход, который хоть как-то на время дает отсрочку белым. Конь. Х3. На что черные забирают коня. Ферзь. Х3. И единственное поле, которое еще сохранилось. У белого короля. Король. Ж1. И мы ставим мат. Ферзь. Х1. Мат. Какая из комбинаций тебе понравилась больше всего? Мне понравилась последняя, потому что она самая длинная и эффектная. Что тебе дает занятие шахматами? Это дает мне очень хорошее знание математики. И я заняла недавно второе место на районной олимпиаде по математике. Спасибо, Женя, что ты пришел к нам сегодня в гости. Я надеюсь, у тебя будут в скором времени творческие успехи. Итак, мы разобрали, как нам кажется, очень интересные примеры из творчества одесской шахматистки. Далее мы расскажем о наиболее значительных событиях ее спортивной карьеры. А впечатлениями о совсем недавнем выступлении на чемпионате мира с нашими телезрителями поделится сама Наталья. Одна из известнейших шахматисток в истории Украины Наталья Жукова родилась 5 мая 1979 года в Дрездене. На тот период одном из крупнейших городов Германской Демократической Республики. Позднее Наталья проживала в Каховке. Шахматами занимается с 7 лет. Среди первых ее тренеров был чемпион Одессы Валерий Семенов. Жукова выигрывала европейские титулы среди девушек в возрасте до 14 и 16 лет, а также мировой чемпионский титул в возрасте до 16 лет. С 1996 года она выступает за женскую сборную Украины на всех крупнейших соревнованиях. В команде, которой часто доставались медали самых престижных мировых форумов, Наталья, как лидер коллектива, многократно занимала первую доску. Жукова победительница ряда женских супертурниров, в том числе Гронинген 1998 года, Белград 1998 года, Краснотуриенск 2003 года. Многократно становилась обладательницей Европейского клубного кубка. В 2000 году Наталья достигла крупнейшего успеха в личных соревнованиях, став чемпионкой Европы среди женщин. В том же году Жукова была и финалисткой Кубка мира Международной шахматной федерации. С сентября 2003 года проживает в Одессе. Возглавляя сборную Украины в 2006 году, Жукова стала победительницей важнейшего в шахматах командного турнира – Всемирной Олимпиады. Соревнование проходило в итальянском Турине. Наталья замужем за одним из ведущих шахматистов России Александром Грещуком. В 2007 году у них родилась дочь Мария. Уже в семейном статусе Жукова продолжает активную шахматную карьеру. В последний период на счету Натальи – новые весомые достижения. В 2010 году, через 13 лет после завоевания женского гроссмейстерского звания, она по итогам успешных выступлений получила и мужской гроссмейстерский титул. В июне нынешнего года в памятном для нее Батуми Наталья стала серебряным призером женского чемпионата мира по блицу. Наконец, на чемпионате мира 2012 года в Ханты-Мансийске Жукова вошла в число 16 лучших, по ходу борьбы уверенно выбив из турнира рейтинг фаворитов всего соревнования – грозную индианку Хампи Кунеру. Одесский гроссмейстер Наталья Жукова прибыла с чемпионата мира в сибирском городе Ханты-Мансийск, где она вошла в число 16 сильнейших и сумела на турнирном пути обыграть вторую шахматистку мира – индианку Хампи Кунеру. Здравствуйте, Наталья! Расскажите о своем выступлении на чемпионате мира и общих впечатлениях. Здравствуйте! Ну, я вот вернулась с чемпиона мира из Ханты-Мансийска, и, конечно, этот чемпионат для меня сложился удачно, можно сказать, хотя я проходила уже до 1-4 и раньше. В общем-то, турнир в Ханты-Мансийске я обещал быть очень сложным, потому что даже специалисты отмечали, что по составу это один из самых сильнейших чемпионатов. Там играли все – и чемпионка мира Хои Фань, и вторая по номеру рейтинга в мировой табеле – Канеру Хампи. В общем, играли все, никто не отказывался от этого чемпионата, но когда первый круг, в общем-то, обычно фавориты играют со слабыми, они прошли очень легко первый круг, и во втором круге начались чудеса. Посыпались все рейтинг-фавориты этого турнира. Хоуи Фань проиграл на тайбреке полячки Моники Сочко. Хампи Канеру мне удалось обыграть 2-0 в основное время, что тоже, конечно, принесло, как эта сенсация была преподнесена, хотя по игре я не чувствовала какого-то превосходства мирового рейтинга Хампи и Канеру над собой. Я с ней не раз уже до этого играла с Канеру, и счет был в мою пользу, кстати, я поэтому абсолютно не волновалась. Проиграла я Анна Музычук, третий номер мирового рейтинга. В общем, проиграли все, и тогда стало понятно, что этот чемпионат будет самым непредсказуемым в части того, кто его выиграет. Потому что с того момента, как не стало фаворитов, понятно, что очень непонятно, кто выиграет чемпионат. Наталья, по вашему мнению, почему вы были основные фавориты чемпионата мира? Ну, вы знаете, нокаут-система, она на той нокаут, что она непредсказуема. Дело в том, что две партии – это очень мало, чтобы отразить реальную силу того или иного игрока. А тем более бывает минутное расслабление, бывает непредсказуемость вот тех же женских шахмат, эмоций, импульсы и так далее. И если ты проиграл первую партию или, например, сыграл ничью, а вторую партию проиграл, то все, ты просто выбыл. То есть на самом деле нокаут, он хорош для тех, кто послабее. То есть это велика вероятность того, что более слабый может сыграть лучше, чем он на самом деле бы сыграл длинную дистанцию. То есть это в пользу слабых, по моему мнению. Но хотя предыдущие чемпионаты показывали, что все фавориты та же Хоуи Фань, та же Канеру, они доходили до полуфинала, до финалов. Неоднократно играла Хоуи Фань с Канеру в финале. Я, кстати, когда готовилась, немножко испугалась, потому что Канеру все чемпионаты нокаут, она до 1-4 это как минимум доходила, то есть выигрывав в основное время. Но так матч сложился очень удачно для меня. И в принципе это было по игре, то есть не было зевков, не было каких-то подарков. Наталья, правда, что чемпионка мира Хоуи Фань плохо выступила из-за болезни? Ну, я, если честно, играя рядом с ней на втором столике, она на первом не особо видела, что она больная. То есть там каких-то признаков простуды не было замечено. И, кстати, многие говорили о суровом климате Ханты-Мансийска. На самом деле он не такой уж суровый, это все было очень преувеличено. То есть на тот момент, когда мы там были, мы приехали, было всего минус 5. Понятно, что когда в Одессе было плюс 10, это чувствовалось. Ну, минус 5 и снег, прекрасная погода. В какой-то момент стало минус 15, но абсолютно все это было, ну, не знаю, очень замечательная погода в Ханты-Мансийске. И мне кажется, что чемпионка мира просто расслабилась. Она не из-за болезни проиграла, потому что все знают, что, во-первых, когда ты болеешь, ты еще больше мобилизируешься, потому что ты понимаешь, что да, ты сейчас не в суперформе. И я думаю, она бы никогда не проиграла, выиграв тем более первую партию. Ей нужно было всего лишь сделать ничью белыми, а эта задача, ну, уж, конечно, не самая тяжелая. Вот, поэтому это просто была минутная слабость. Это было расслабление, что, в принципе, вот, опять-таки, к сожалению, присуще женским шахматам. Я думаю, что мужчины на высоком уровне, ну, вот у них как-то вот больше они могут концентрацию держать. Женщины в этом плане больше эмоциональные. Где-то подумала, что уже все закончено, она играет следующий круг, могла даже посмотреть, с кем играет. То есть, это абсолютно не из-за болезни. Наталья, расскажите о финалистках Степановой и Ушениной. Да, вот сейчас играется финал между двумя европейскими шахматистками. В принципе, это уже как бы сам факт того, что ни одна азиатская не попала в финал, уже говорит о том, что с ними можно бороться. Потому что в одно время китайские выигрывали шахматистки все. И Олимпиаду, и Чемпионы мира, и Кубки, и Кубки. В общем, казалось, что все. В Европе нечего делать. Но вот опять экс-чемпионка мира Антуанета Стефанова, которая в 2004 году выиграла свой титул в Элисте. Я, кстати, пострадала от ее рук тогда, потому что в 1-4 мне выпало с ней играть. И матч был очень тяжелый. Мы в основное время сыграли 1-1. Первую дополнительную, быструю сыграли 1-1. И уже вообще с суперукороченным контролем по 5 минут Антуанета взяла верх. И тот чемпионат она довела уверенной рукой до победы. Она обыграла там и Майю Чебурденидзе легендарную. В общем, это был ее год. Вообще Антуанета отличается тем, что у нее очень волевой характер. То есть, может быть, у нее где-то минусы. Раньше она дебюты хуже знала. Но за счет силы воли, за счет напора, за счет нежелания проиграть она очень сильно выделяется на фоне женщин. Потому что это очень жесткие шахматы. Их многие не выдерживают. Поэтому вот Антуанета, как бы она всегда на любом турнире является фаворитом. Ну, фаворитом, но, по крайней мере, она всегда в первых рядах. Вот Антуанета, она у Шенина, украинка наша из Харькова. Она, в принципе, никогда особо не выделялась, не выигрывала супер-турниров. Выигрывала в составе нашей команды Украины Олимпиаду в 2006 году. В общем-то, Анна неизменный член нашей сборной. Поэтому сказать, что она не является сильным игроком, тоже неправильно. Потому что, как бы, входя в сборную Украины, это уже огромное достижение. Но Анна не выигрывала никогда личного ничего. Поэтому, конечно, для многих экспертов выход Анны в финал – это огромный успех и огромная неожиданность. В принципе, сейчас они будут разбирать ее партии. Но, что я могу сказать, просто весь этот турнир, нокаут Анна провела на очень высоком уровне. Она практически просто не делала ошибок. Может быть, она не всегда играла сильно, не всегда ярко и красочно. Что, кстати, не присуще Анне на игре. Она играет ровно, надежно. Но просто получилось, что на этом чемпионате этого достаточно было для прохождения своих матчей. Поэтому, кто меньше ошибался, уже под конец особенно, чувствовалась огромная усталость, напряжение. То есть, девочки, я видела, которые выходили в финал, я вот улетала. Они уже просто на ужин не приходили. Но им тяжело было даже кушать, потому что огромная усталость, огромнейшая накапливалась. И вот сейчас просто выиграет, и я сильнейший. Наташа, ваш супруг входит в десятку сильнейших шахматистов мира. Расскажите, пожалуйста, о своей семье. Ну да, мы с Сашей уже 8 лет вместе, в принципе. И вот 5,5 лет нашей дочке. В этом году мы решили тоже отдать ее в шахматы. Потому что я, конечно... Мы долго думали, что стоит ли или нет. Но мы решили для себя так, что мы отдадим ее в шахматы. Это очень сильно развивает детей. Это будет помогать в школе, потом при учебе. Это воспитывает и усидчивость, и очень много положительных качеств воспитывает шахматы. Поэтому мы решили на семейном совете, что да, она будет заниматься шахматами. Но мы посмотрим, насколько профессионально стоит ли будет ее нагружать. Потому что, конечно, чтобы стать чемпионом, достичь больших успехов, надо много заниматься. И мы это ей объясняем, что неважно, чем она занимается, шахматами или современными танцами сейчас занимается. Тоже ей нравится. В общем, я ей объясняю, что нужно просто много заниматься. Неважно, какой ты путь выбираешь для себя, просто надо отдавать всего себя. И мы с Александром живем в Одессе очень долгое время. Иногда мы живем в Москве, потому что он москвич коренной. Но мы выбираем от того, где нам удобнее, где у нас турниры. Если мы понимаем, что из Москвы удобно и лететь, и так далее, то мы перебираемся в Москву. Но на следующий год ребенок идет в школу. Так что мы где-то уже будем обосноваться более надежно, где-то в каком-то месте. Но вот мы решим, конечно, Одесса прекрасный город по всем показателям, по культурному развитию, по образованию. Поэтому, не знаю, я склоняюсь к Одессе. Наталья, вот открыла школа чемпионов. Что бы вы пожелали нашим молодым, юным шахматистам? Ну, это прекрасно, во-первых, когда открываются шахматные школы. Я двумя руками за, потому что Одесса большой, прекрасный город. И, насколько я знаю, только один серьезный клуб был, шахматно-шахматный клуб. И, конечно, когда открываются школы, людям удобнее добираться в те или иные места. И поэтому, конечно, прекрасно. Открытие школ. Будем способствовать развитию всех этих школ. Я всегда и сеансы с удовольствием дам в этих школах. И чтобы там росли новые чемпионы. Потому что школа имеет название «Школа чемпионов». Поэтому будем надеяться, что с помощью хороших тренеров, с помощью хороших методик обучения, дети будут конкурировать не только на украинском арене, на украинской, но и на международной. Вот, потому что... И вообще, когда в своем городе идет конкуренция между клубами, между... Это очень хорошо. Так только при конкуренции вырастают хорошие шахматисты, спортсмены. Собственно, нельзя, чтобы вот ребенок играл только у одного тренера, потому что нужно развиваться, чувствовать, что происходит у других и так далее. То есть, это очень важно. Спасибо, Наталья, за увлекательную беседу. Спасибо вам. Я напоминаю нашим телезрителям. У нас в гостях была Наталья Жукова, одна из ведущих шахматисток Украины. На этом наша передача подходит к концу. Благодарим наших телезрителей за положительные отзывы. Мы ценим ваше мнение и сообщаем. Школа чемпионов – это не только передача. Так называется шахматная школа, в которую уже объявлен набор. Занятия проводятся в малокомплектных группах по 6-8 человек. Школа находится по адресу. Пассаж, 2 этаж, 4 кабинет. Телефон 098-742-4357. А мы прощаемся с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин